По окончании единых госэкзаменов директорам нужно переключаться на дела хозяйственные, отмечает мэр. Пора определяться и с шефами. Как известно, у каждой школы или садика он свой. На этот раз в списке на ремонт 21 образовательное учреждение. Поэтому и на совещание в администрацию города были приглашены представители более 20 организаций, которые готовы взять на себя обязательства и решить проблемы той или иной школы к первому сентября. Вот только парадокс в том, что бизнес к сотрудничеству готов, известны и суммы предстоящих вложений. А вот задачи перед потенциальными шефами до сих пор не поставлены. Я просил, чтобы были за конкретной школой закреплены строители. Где они? Я спрашиваю, фамилия строителя есть здесь по 27 школе? Назовите. Вопрос требует незамедлительного решения, подчеркивает Пахомов, так как летние каникулы уже в разгаре, а объекты еще необходимо сдавать. Контролирующим же органам необходимо время, чтобы принять работу строителей и подписать акт приемки. На деньги коммерческих организаций в школах и детсадах меняют двери и окна, ремонтируют фасады, кроют крыши, устанавливают подсветки вентиляции, приводят в порядок санузлы, озеленяют территории. В этом году предприниматели планируют потратить на эти работы в общей сложности 25 миллионов рублей. В то же время на текущий ремонт объекта образования город выделил 64 миллиона. Вклад частных предприятий, неоценимая помощь, отметил Анатолий Пахомов, которая позволяет сочинским детсадам и школам становиться лучшими в крае. Строительная техника должна заработать во дворах образовательных учреждений сразу же после ЕГЭ и завершения смен в школьных лагерях, подытожил Анатолий Пахомов.